кладовая дни становились короче ночи холоднее на злаках созрели зерна ветер ронял их на землю и птицы стаями слетались к мышонку на луг подбирать их пику жилось очень сытно он с каждым днем полнел шорстка на нем лоснилась теперь маленький четырехногий робинзон устроил себе кладовую и собирал в нее запасы на черный день он вырвал земле норку и конец ее расширю сюда он таскал зерна как в погреб потом этого ему показалось мало он вырыл рядом другой погреб и соединил их подземным ходом все шли дожди земля размякла сверху трава пожелтела намокла и поникла травяной домик пика опустился и висел теперь низко над землей в нем завелась плесень жить в гнезде стало плохо скоро трава совсем полегла на землю гнездо приметным темным шариком висела на тростнике это уже было опасно пик решил перейти жить под землю он больше не боялся что к нему в норку заползет змея или потревожит его непоседливые лягушата змеи и лягушата давно куда-то исчезли мышонок выбрал себе для норки сухое и укромное местечко под кочкой ход в норку пик устроил с подветренной стороны чтобы холодный воздух не задувало в его жилище от входа шел длинный прямой коридор он расширялся в конце в небольшую круглую комнатку сюда пик натаскал сухого мха и травы устроил себе спальню в его новой подземной спальне было тепло и уютно он прожил из нее под землей ходы в оба свои погреба чтобы ему можно было бегать не выходя наружу когда все было готово мышонок плотно заткнул травяной вход в свой воздушный литний домик и перешел в подземный